Да, Бог освящает землю. Это его дело. Конечно, он не хотел это делать через войну, но люди непослушные. И церкви священники недостойные возглавляют. И, Слово Божие, не изучают, не обличаются слов. Я выросла в неверующей семье. И когда был Чернобыль, спасался кто как может. И мне было 16 лет. Мы поехали с сестрой, с братом, его товарищем. Поехали в Скадовск отдыхать. Вот. Лечиться, так сказать. Ну, конечно, может она не совсем была нам полезна, потому что там жара была. После Чернобыля она не очень полезна. Ну, я расскажу о Скадовске, что я там получила, как мне Бог освящал. Я, конечно, не была склонна к каким-то там таким воровствам или что-то. Но так, что она меня искусила. Я была на базарчике в Скадовске и взяла у одного человека, который делал своими руками брелочки для ключей. Такой кроссовочек. Пума. И Бог меня осудил очень строго. Я, товарищ, взял кольцо на руку свою и утопил его в море. Вот. Я потеряла и ключи от квартиры. То есть, ну, от комнаты. Бог сразу осудил мне зло. У меня было понимание, что все в этой жизни наказуемо. Вот. Такое понимание у меня было, что за все нужно отвечать. Я не знала еще Бога. Я не выросла. Меня не учили верить. Но закон духовный уже у меня, в моем сердце поселился. Вот. Страх Божий. Вот. И я молюсь сейчас за всех, кто приближается к Богу, чтобы истина поселялась в сердца. И те, кто еще не знает Бога, но анализировал свою жизнь. Что за все приходится отвечать. Я круглая. Вот. То есть, я даже там не в 7 раз ответила за свое. Выросло там очень дешево стоило этот брелочек. 50 копеек. Вот. Но серебряное кольцо намного дороже стоит. И замок пришлось менять. Вот. Да. А сегодня я слышу, как в Скотовск зашли русские танки. И кто-то ругается, что вот так было мирно, все было хорошо. Пришли. Конечно, люди вышли на акцию протеста против этого российского режима. И слава Богу, город возглавляет украинское дворство. То есть, никто не сдается. Люди выходят против войны безоружной. И это очень большая слава. Очень большая слава. Это действительно Бог с нами. Понимаете? Слава Божья не там, где погибает большое количество жертв, да? А слава Божья там, где люди выходят на мирные акции протеста. Это, согласитесь, это чудо. Я благодарю Бога за Скотовск. Это, конечно, для меня город важный. Там больше не было. Только в 16 лет была. Это уже 34 года прошло. Вот. И вот это символ для меня вот такого обличения, назидания правде. Не Бог мне показывал, понимаете? Ну, не лично открывал. А вот в юности Бог мне учил святости. Не бери чужого. Да. И дело в том, что это такой яркий пример, который надолго не запомнился. И я молюсь за всех, чтобы у каждого было такое какое-то явление в жизни, благодаря которому он бы просто понимал, что большая проблема будет, если ты будешь посягать. На чужой даже на такую мелочь. Я уже говорила, что меня очень раздражает, когда у меня даже мелочь какая-то исчезает в квартире. Это считается проклятием. Потому что я гневаюсь, когда то, на что я рассчитываю, оно у меня отсутствует. Если кто-то возьмёт, там не спросит и возьмёт. Вот. Да. И почему всё-таки Иисус, когда Он выходил в Иерусалим, Он попросил, чтобы ему дали ослёнка, на котором никто из людей не есть. Это как бы признак того, что Бог святой. То есть нельзя допускать осквернение, понимаете. Есть предметы, которым прикасаются грешные люди и они дают осквернение. Поэтому война. Поэтому многие разрушаются. Я так думаю, в Харькове, там же тоже было огромное проклятие. Там же были очень проклятые команды. Приянукович. Да. Всё равно, что вы там мне говорите. Мне рассказывали, как с Тимошенко боролись, как её хотели убить. Там такие были всякие козни. И убивали её, понимаете. Бог сохранил её жизнь. То есть вот это место, где свирепствовала подлость, злые мысли, вот эта агрессия, борьба с инакомышлящими. Это всё приносит проклятие. Так же само церковь, где творятся беззакония, это тоже проклятое место. Поэтому мы должны сокрушаться, понимаете. Что Бог судит, судит, судит. Что есть здание, которое будет проклято. Конечно, это не помещается в никакой голове. Хочется покоя, хочется мира. Я сочувствую всем людям, которые оказались на пике войны. Конечно, я благодарна Богу за своих знакомых, которые живут в этих местностях опасных и как-то Бог их хранит. В Харькове тоже. Вот. Просто надо видеть Божие Суды. Это очень важно. Чтобы не сквернять свои души. Это очень важно. Это очень важно. Вот. И молитесь. Взывайте к Богу. Господь настолько силён через своё слово. Он так... Четвёртый ангел востребил. И поражена была третья часть Солнца. И третья часть Луны. И третья часть звёзд. Так что затмелась третья часть их. И третья часть дня. Не светла была так, как и ночью. И видел я и слышал одного ангела, летящего посреди неба и говорящего громким голосом. Горе, горе, горе живущим на земле от остальных трубных голосов трёх ангелов, которые будут трубить. Вот. То есть, что это такое? Ангелы трубят, а на земле горе. На земле горе. Что это? Сейчас во вне нашей страны Украины. Что будет дальше? Будет ли мировая война? Неужели такое поражение постигнет всю землю? Пятый ангел востребил. И я увидел звезду, падшую с неба на землю. И дан был ей ключ от кладези бездны. Она творила кладезь бездны. И вышел дым из кладези, как дым из большой печи. И помрачилось солнце и воздух от дыма из кладези. И из дыма вышла саранча на землю. Дана была и власть, какую имеют земные скорпионы. И сказано было ей, чтобы не делала вреда траве земной, никакой зелени, никакому дереву, а только одним людям, которые не имеют печати Божьей на челах своих. Когда это будет? Когда вас любит пятый ангел? Когда будет совершен вред тем людям, которые не имеют печати Божьей на челах своих. И дано ей не убивать их, а только мучить пять месяцев. И мучения от нее подобны мучения скорпиона, когда ужалят человека. В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее. Пожелают умереть, но смерть убежит от них. По виду своему саранча была подобна коням, приготовленным на войну. И на головах у нее как бы венцы, похожие на золотые. А лица же ее, как лица человеческие. И волосы у нее, как волосы у женщин. А зубы у нее были, как у львов. На ней были брони, как брони железные. А шум открыли в нее, как стук от колесниц, когда множество коней бежит на войну. Да. Ну, в татанке описано. У нее были хвосты, как у скорпионы. И хвостах в нее лежало. Власть же ее была вредить людям пять месяцев. Что это значит пять месяцев? Царем над собой она имела ангела бездны, имя ему по-еврейски, а в одном по-гречески по-левому. Одно горе прошло. Вот и тут за ним еще два горе. Шестой ангел востребил. Ее услышал один голос от четырех рогов золотого жертвенника, стоящего перед Богом. Говоривши шестому ангелу, имевшему трубу, освободи четырех ангелов, связанных при великой реке Ифрати. И освобождены были четыре ангела, приготовленные на час, и день, и месяц, и год, и для того, чтобы мертвить третью часть людей. Число конного войска было две тем, и я слышал число их. Так видел я видения коней, и на них всадников, которые имели на себе в руне угненные децинтовые серные головы у коней, как головы у львов, и изо рта их выходил огонь, дым и серо. А от этих трех язв, от огня и дыма серо выходил изо рта их, умерла третья часть людей. Ибо сила коней заключалась во рту их и в хвостах их. А хвосты их были подобны змеям, и имели головы, и ими они вредили. Прочие же люди, которые не умерли от этих язв, не раскаялись в делах своих, рук своих, так, чтобы не поклоняться бесам и золотым, и серебряным, и медным, и каменным, и деревянным идолам, которые не могут ни видеть, ни слышать, ни ходить. Не раскаясь о них убийствах своих, ни чередествах своих, ни благодениям своем, ни в родстве своем. Надо раскаяться, потому что... И тут можно написать три точки. Потому что ответа нету. Всем ангелов востребилов, а продолжения нету. Потому что Бог говорит о тех людях, которые не положили печати Божьей на свои... Не приняли Иисуса Господа, не покаялись, не воздали Богу честь и славу. Десятая глава Откровения говорит. «И видел я другого ангела, сильного, восходящего с неба, облеченного облаком. Над головой его была радуга, и лица его, как солнце, и ноги у него, как столпы огненные. В руке у него была книжка раскрыта, и поставил правую ногу свою на море, а левую на землю. И воскликнул громким голосом, как рык от лев. Когда он бы скрипнул, тогда всем громом проговорили голосами своими. И когда всем громом проговорили голосами своими, я хотела было писать, но услышал голос с неба, говорящий мне, скрой, что говорили всем громом, и не пиши его. «И ангел, которого я видел, стоящим на море, на земле, поднял руку свою к небу и клялся живущим во веки веков, который сотворил небо и всё, что на нём в земле, и всё, что на ней, и море, и всё, что в нём, что времени уже не будет». Но в те дни, когда возгласит седьмой ангел, когда он вас рубит, совершится тайна Божия, как он облаговествовал рабам своим пророкам. И голос, который сошел с неба, опять стал говорить со мной и сказал, пойди, возьми раскрытую книжку из руки ангела, стоящего на море и на земле. И пошёл я к ангелу и сказал ей, дай мне книжку. Он сказал мне, возьми и съешь её, она будет горька во чреве твоём, на устах твоём будет сладка, как мёд. И взял я книжку из руки ангела, сел её, на устах моих была сладка, как мёд. Когда же сел я, то горько стало во чреве моём. И сказал ей, он тебе, он мне, тебе надлежит опять пророчествовать о народах, и племенах, и языках, и царях многих. И да на мне трость, подобно жезлы, сказано, встань и измерь храма Божий, жертвенник, уклоняющийся в нём. И вот мне Бог напоминает, что два служителя церкви, которая ходила, рассказывали, что им было это слово. Вот Зоя Синтиска, которая рассказывала, чем она занимала в церкви. И вот это она говорила, что ей было слово, и да на мне трость, подобно жезлу, и сказано, встань и измерь храма Божий, и жертвенник, и поклоняющийся в нём. А пастрою Василию, брату родному, пастрою Александру, который возглавляет церковь, было слово, и сказала мне, тебе надлежит опять пророчествовать о народах, и племенах, и языках, и царях многих. Эти слова получили священники, как бы подтверждение того, что Бог на них делал ставки. Но где слово? Где истина звучит? Год назад видео, я посмотрела это видео, это проповедь, невозможно слушать. Там нету какого-то видения, там просто... Не знаю, как это назвать. Вот. Ну, священники решили, что людей нужно смешить. Ну, пусть смешат. Пусть смешат. А сейчас как смешить людей? Можно это сказать? Я не знаю. Не до смеха, правда? Ищем Бога. Ищем, молимся. Бог великий, могучий. Все Писание Бога вдохновенно. Вникайте в Писание. Познавайте Бога. Приближайтесь к Нему каждый день. Будьте богословены. До свидания. Продолжение следует...